Добрый вечер, уважаемые ангарчане! Сегодня в нашей студии руководитель автоколонны 1948, депутат Думы Ангарского городского округа Шарков Сергей Валерьевич. И говорить мы будем о нашумевшей проблеме, которая сложилась в последнее время, это так называемая электронная транспортная карта. Правда, мы говорили или говорим об этой карте уже примерно с полгода, и в нескольких последних интервью вы так или иначе упоминали об этой карте, говорили о том, что автоколонна 1948 практически готова к ней, что у вас есть оборудование, ждете, так сказать, только документов, которые определят способ распространения, внедрения этой карты со стороны областного правительства. Ну вот сейчас, кажется, все это случилось, и поэтому давайте поговорим о том, что же вообще такое электронная карта, с чем ее едят, так сказать. Электронная карта – это для каждого персонального человека идентификационный номер. в карте стоит электронный чип, прошит, там, в которой записывается индивидуальный номер каждой карты. Она неповторима. Для чего создан электронный документ? Это то же самое, как у вас банковская электронная карта, которая принадлежит только вам, по которым можете только вы воспользоваться любыми товарами, покупками и не кто-либо другой, так как у вас там есть свой код. Сегодняшняя электронная карта, которая вводится правительством Аркутской области на территории Ангарского городского округа, это очень серьезный электронный механизм, который невозможно как-то подделать, невозможно его чем-то заменить. Сегодня начинка стоит, которая защищена всеми возможными степенями защиты, которая – это последняя технология вот этой карты, которую при исполнении дорожной карты правительства Аркутской области в итоге получат граждане Ангарского городского округа. Значит, вот давайте уточним, что значит получат граждане. Карта только для льготников или она для любого гражданина, который желает по электронной карте передвигаться на ваших средствах передвижения? Ну, на сегодняшний день по принятому положению Думы Ангарского городского округа, администрации Ангарского городского округа, положения транспорта, все бюджетные деньги, идущие, израсходные на помощь тем или иным категориям гражданам, идут только через электронный оборот. У нас уже сегодня действует по поставлению мэра города Ангарска, и приняты Думы детский электронный проездной с 1 сентября. И там у них своя карта, они пользуются им. Администрация четко по факту перевозки рассчитывается с хостсубъектами за оказанные услуги для наших ангарчан. То есть это все-таки только льготники? Сегодняшний механизм, который карта сегодня выдается правительству, это только льготная категория граждан. Понятно. Хорошо. Где и как будет она работать? И кто ее распространяет? По решению правительства Иркутской области, во-первых, аккредитована и создана на базе правительства Иркутской области организация «Универсальная электронная карта». Оператор. Проведен конкурс, и правительством Иркутской области оператор определен, который по всей Иркутской области занимается электронными начинками, электронными картами любых видов. Также правительством Иркутской области определено, что в Ангарском городском округе выдает электронный проездной, на право льготного проезда в следующем месяце только областной оператор, кредитованный правительством. А в городе кто распространяет, кто занимается? В городе Ангарске сегодня администрация предоставила Ангарского городского округа областной организации те места, где они могут выдать. И сегодня в городе выдает, уже на сегодняшний день идет выдача именно операторам областным УЭК, называется сокращенно УЭК «Универсальная электронная карта». То есть перевозчики к этому не подключены? Перевозчики отстранены от этого механизма, и перевозчики будут делать то, что они должны делать. Они будут перевозить граждан, а правительство будет аккредитовывать тех граждан, которые имеют право льготы, и давать им областную поддержку. А перевозчики на сегодняшний день полностью нелегитимны в выдаче проездного билета. Сергей Валерьевич, в одной из наших городских газет сегодня прочитал интервью одного из наших перевозчиков с одним из наших перевозчиков под таким симпатоматическим названием «Бумажные проездные действительны». Вы тоже читали этот материал. Что вы можете о нем сказать? Ну, во-первых, это компрометирующий, незаконный заголовок, компрометирующий и вводящий в заблуждение огромные массы льготной категории граждан Ангарского городского округа. Он противоречит постановлениям правительства, он противоречит постановлением мэра и администрации Ангарского городского округа. И поэтому я, наверное, сегодня здесь, чтобы граждане льготной категории понимали, что на сегодняшний день есть только один механизм. Это универсальная электронная карта, которая дает право льготного проезда на общественном транспорте Ангарского городского округа. Чтобы я специально взял документы, потому что в газете только слова. Я хотел бы, чтобы телекомпания это показала. Утверждено заместительным председателем правительства Иркутской области Болотова. Вот документы Ангарской администрации. И весь общественный транспорт, он работает только на основе законодательства местного и областного. Если уважаемый, как вы назвали, перевозчик, не согласен с решениями правительства, местной администрации, то, пожалуйста, обжалуйте эти вопросы в суде. Есть инстанции, которые, ваше мнение, но не вводите в заблуждение огромные массы населения через средства массовой информации, которым люди привыкли доверять. Вы тогда прилагайте к этим заголовкам документы, подтверждающие, что бумажные проездные действительны. Почему электронный проездной? Я объясню. Правительство, правительство Российской Федерации, области, муниципальные власти заботятся всегда о бюджетах, о льготной категории граждан. Но они хотят и бюджет, который не только на эти средства идет, видеть целевым, видеть прозрачным, что деньги, которыми они помогают, идут на целевые средства. На сегодняшний день, до сегодняшнего дня, выдача всеми перевозчиками подряд бумажных проездных привел к очень серьезной ситуации, что пошли огромные средства из областного бюджета на компенсацию, на затраты. Но ездили эти люди, правительство на сегодняшний день не видит. Брали ли они этот билет, оно это не видит. И поэтому это не новый механизм. Это правительство Сверхозькой области, она внедрила опыт других областей. Карта Москвича, карта Свердловчанина, карта Красноярца, Красноярской области. Дальше, что правительство за этим механизмом видит? Это сегодня непростой момент, когда нужно будет гражданам получить сегодня обычный электронный производитель, написать заявление и сфотографироваться для основного документа, который даст им в дальнейшем очень большое удобство. Первое. По планам правительства и подписанной дорожной карте, этот документ будет областным, что по этой карте вы будете проехать в итоге по реализации всего проекта, в любом городе области, получить льготу на общественном транспорте, что сегодня невозможно сделать. Во-первых, эта карта избавит от ежемесячного стояния в очередях и задумываться над тем процессом, что вы даже не хотите в этот месяц ездить или вы в отпуске, но вам все равно нужно идти и брать документы. А вдруг сегодняшняя карта, которую вводит правительство, она избавит от этого. При любом вашем желании воспользоваться областной льготой, вы всего лишь нажмете кнопочку на любом банкомате и Сбербанка, а может еще и другие точки подключатся, и нажать «Активировать льготу», и у вас без всякого стояния очередя, в удобное для вас время, вы можете это и будете сделать. Поэтому и правительство Иркутской области, и ангарская администрация, она смотрит вперед, создает те механизмы, которые уберут хищение, уберут нецелевое использование бюджетных средств. Потому что льготники у нас очень грамотные люди. И сегодня у них удобство только в оформлении, потому что нужно написать заявление еще на карту. Но сегодняшний терпение и труд наших льготников, они завтра вознаградятся более качественными, удобными условиями их жизнедеятельности. Вы, как председатель Союза перевозчиков города, сегодня за эту идею или она вам не нравится? Или вы сейчас просто защищаете областные позиции или позиции депутата и администрации городской? Вот я сравниваю позиции, вашу позицию и позицию, которая изложена вот в газете. Один против руководитель, второй за. Все-таки вы откровенно сказать, где стоите, на каких позициях? Я, Анатолий Алексеевич, привык доказывать свою точку зрения и подтверждать фактами, а не словами. И все ангарчане знают, что с приходом Ширкова как руководителя сразу же на транспорте начали оснащаться электронными терминалами. И к этому механизму я был всегда сторонник именно прозрачной работы с любыми бюджетами. И поэтому то оснащение транспорта городского и муниципального трамвая произошло той работой, которую мы проводили. Мы еще с мэром Михайловым это начинали. Мы с ним ездили в командировки, другие голорода Подмосковья, где это было реализовано. И вот пять лет работы дали свои результаты, что у нас появились транспортные карты, не только льготные, где люди ездят по другим ценам, те категории граждан, которым требуется поддержка. Поэтому это моя позиция изначально была как руководителя. И она не на словах, а на деле. У нас уже в течение четырех лет работает только электронный проездной. То, что сегодня пришло новое правительство в Иркутскую область, и занялись в первую очередь экономией бюджета. Его целевым использованием, а не опыт города Ангарска. Почему Ангарск первый вступил в пилот? Потому что он полностью подготовлен был самим городом Ангарском, нашей работой. И он был проверен на то оборудование, которое стоит. Определен областной оператор, который будет заниматься. Поэтому вот, наверное, ответ. Хорошо. А кто-нибудь еще из перевозчиков уже имеет терминалы? Все 100%. У нас было небольшое предприятие, это на «семерке», у нас желтенькие такие автобусики ездят. И по «Белозер» там 8 автобусов. Они, их руководитель уже в компанию, когда пришла аккредитация, уже оплатил. И в ближайшие дни терминалы поступят. Что с 1 января, когда будет действовать только электронный проезд, все 100% предприятий, ну, я так понимаю, только данное предприятие, но льготник в этом случае не пострадает, что какой-то небольшой перевозчик у себя не хочет ставить терминалы. Понятно. Сергей Валерьевич, я еще раз к газете обращусь. Вот жирным шрифтом выделено в этом интервью. Председатель Союза автоперевозчиков, речь идет о вас, заключил со всеми перевозчиками агентские договоры, получал всю сумму компенсации и сам решал, кому и сколько денег дать, точка, а кому и не дать. Как вы прокомментируете это? Ну, первый мой комментарий, что тот журналист, чья фамилия стоит под этим изречением, жирно выделенным, я уже сегодня позвонил этому журналисту. Во-первых, полностью, как руководителя депутата, я сказал, что общение с этим журналистом у меня навсегда закрыто. Второе, я подаю на этого журналиста в суд. Пускай он принесет документы, что я получал, какие договора с кем заключал. Если журналист хоть раз бы прочитал постановление правительства, каждый перевозчик заключает отдельно с Министерством соцразвития Иркутской области свой договор, и только каждому перевозчику правительство Иркутской области отдельно оплачивает. Такого механизма просто даже не существует априори, что какой-то представитель Союза получает все деньги, не имея договора даже с соцразвитием, и потом по своему усмотрению распределяет. Это просто нонсенс какой-то. И кем это проплачено? Я понимаю, что я общественное лицо, я кому-то не нравлюсь, что я иду против шерсти тех людей, которые хотят в мутной воде заниматься бюджетными деньгами. Я иду по прозрачному пути, и 99% транспортных предприятий со мной согласны и поддерживают эту инициативу. И администрация города, и области идут тоже по этому пути. Вот я еще раз говорю, пример. Когда мы перевели, администрация города Ангарска перевела детский проездной на электронную форму, за первый месяц показалось сокращение бюджетных средств в 5 раз. При увеличении объема оказанных услуг в 10 раз, так как подключился АГО полностью, Саватеевка, Мегетодинск и весь колесный парк. А раньше билет оказывался только на трамвае. Поэтому, естественно, понятные процессы грамотным, нормальным людям, которым доверили люди свою жизнедеятельность в этом городе. Если мне люди доверили и определенные документы организации транспорта, то я представитель комиссии по транспорту в Думе. Извините меня, я буду свою работу перед гражданами делать честно. Может, какие-то изменения, которые происходят, они временные трудности вызывают, но в итоге потом оказывается, что это хорошо. Понятно. Хорошо. Сергей Валерьевич, вот наши журналисты сегодня при подготовке, при съемке сюжета на эту тему, проехали по нескольким пунктам оформления электронной карты. Сколько их в городе? Всего 9-10. И вот обратили внимание, что очень большие очереди и очереди ропсчут. Там много недовольных по части того, что вот без очередей, без должной организации мы почему-то, как всегда, не можем. Что вы можете сказать на эту тему? И самое главное, как ликвидировать эти очереди? Ну, на сегодняшний день эти очереди носят только этого месяца характер, так как все пройдут, и завтра уже на следующий месяц этого не надо практически будет делать. 90% тем, кто сейчас это сделает. Это первое. Второе. Администрация города Ангарска уже, так как правительство приняло это в предыдущие дни, это решение, подготавливает в срочном порядке помещение для областной организации, для выдачи. Вот с сегодняшнего дня уже, я взял документ, уже с завтрашнего дня будет работать МФЦ для выдачи. И если вы заметите, автоколонна также отдала здание автостанции для выдачи. Мы все участвуем в процессе, чтобы людям, ну, как можно было комфортнее получить. Если у нас ДК «Современник» подключился, МРОУДС, здание кадрового агентства «Успех», ДК «Нефтехимик», Дворец ветеранов «Победа», Центральная библиотека, Народный рынок, ресурсный центр. Администрация полностью пытается организовать те помещения, чтобы МФЦ, Торговый дом «Империал». И поэтому, да, сегодня очередь, но, наверное, когда в Ангарске, как бы кто этого не хотел и не говорил, что в Ангарске льготников нет, а в химическом городе, где даже мой отец работал год за два, все-таки льготники есть, да. И, конечно, хотя, поймите, очередей бы не было. Выдача билета идет по 10 января. В принципе, можно получить и не торопясь получить, но желание людей… Как можно быстрее. Как можно быстрее, потому что вот эти все механизмы, которые газета уважаемая раздражает людей вот такими заявлениями, они, граждане, и пытаются что-то взять, чтобы не лишить себя проезда. А какой? А бумажный, электронный. И поэтому СМИ, официальные, нормальные, качественные СМИ должны давать четкую оценку этим документам. Поэтому, если вы говорите «сравнивать перевозчиков», да, разные есть подходы. Есть видеть себя и свои нужды, и свои экономические желания, да, а есть еще видеть тех людей, кого ты обслуживаешь, кто пользуется этим. Поэтому у меня есть своя четкая точка зрения, что я должен сделать как руководитель. И, конечно, мне сегодня… Я принимаю большую работу, чтобы все-таки… Но меня сегодня, как перевозчика, правительство отсторонило от выдачи. Я не хочу мешать правительству выдачи. Пускай она выдает, и первый месяц, следующий месяц будет еще лучше, еще лучше. Ну что, мне остается только поблагодарить вас за время, которое вы нашли для нас, и пришли на это интервью, и пожелать вам успехов и в этой работе. Спасибо.